Весна – время сезонной миграции птиц, когда они возвращаются из теплых краев, чтобы свить гнезда и вывести птенцов. Сезон миграции наступает дважды в год. Осенью, когда подрастают птенцы, приходит холода и пищи становится мало. Птицы отправляются на побережье Черного и Средиземного морей. А весной, когда наступает сезон размножения, птицы возвращаются в привычные регионы обитания, тем же маршрутом или другим. В зависимости от вида. Люди на протяжении столетий наблюдают за поведением птиц в естественной среде. Некоторые пернатые отлично поддаются этому процессу. Однако есть разновидности птиц, для которых повышенное внимание является настоящим испытанием. Это птицы, которые ведут скрытный образ жизни. Это может быть образ жизни, связанный с временем суток. Это ночные виды, те же самые совы, которые в дневное время просто где-то днюют. Хотя совы, в принципе, они активно могут охотиться и в дневное время суток. В целом их активность смещена на сумеречное время, потому что в глубокую ночь птицы не вылетают на охоту. Это как раз я уже сказала, те виды, чья жизнь связана с какими-то определенными интервалами в рамках суток. И те виды, которые предпочитают сложные для наблюдения условия среды. То есть это различные тростниковые крепи, там достаточно сложно наблюдать. В них сложно, в принципе, находиться, перемещаться. Это небезопасно для самих птиц, потому что в тростниковых зарослях гнездится огромное количество видов. И можно банально повредить гнездо, кладку птенцов. Это не самое лучшее занятие. Поэтому действительно есть и виды, которые сложны для наблюдения просто в связи с их образом жизни. По словам орнитологов, лучшим временем для наблюдения за птицами является утро, либо вечер, когда городская суета не перебивает птичьи песни. Чтобы насладиться пением птиц, достаточно выйти на балкон в ночное время суток. Излюбленные места обитания, пернатых парки и скверы. Зимой на озерах встречаются сказочные кряковы, большие поганки. Бёрд-вотчинг или наблюдение за птицами – это хобби. Всех бёрд-вотчеров объединяет одно – любовь к птицам. А вот мотивация у каждой своя. Кто-то хочет собрать невероятно большой лайф-лист, кто-то углубиться в изучение конкретных птиц. Кому-то просто нравится гулять на свежем воздухе и наблюдать за окружающим миром. Бёрд-вотчинг – да, это одно из направлений любительской орнитологии. Оно имеет некоторые конкретные рамки, потому что бёрд-вотчеры стараются собрать как можно большее количество видов. И бёрд-вотчинг подразумевает под собой соревновательную такую подоплеку. А вообще это направление любительской орнитологии со всеми, в принципе, вытекающими. Бёрд-вотчинг – очень увлекательное занятие. Тем он интересен, что может включать в себе туризм, науку, охоту, коллекционирование и фотографию. В наш век бурного развития коммуникаций и интернета бёрд-вотчером не так сложно найти единомышленников. Существует множество сайтов и групп в социальных сетях, где орнитологи – любители делятся своими наблюдениями, фотографиями, видео и эмоциями. Подробнее узнать о птицах и их особенностях вы сможете завтра в программе «Как так». Зарина Галиулина, Аделина Абдрахманова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универ Новости.